Дамы и господа, поприветствуйте Дэвида Кросса! Остин! Техас! Оттягиваемся, стреляем, от кипиша смываемся, на флейте играем. Благослови нас, Господь! Отлично! Здравствуйте! Итак, у меня полно материала. Хотел бы я в омум с головой, но сначала расскажу вам об одном случае. Столько всего случилось в моем туре по всей нашей великой стране. Одна из наикрутейших штук, которые я видел... Я был в Санта-Розе, в Калифорнии... Нет. Вот ни капельки. Вообще. Я не... Вас было двое. Вон тот чувак и эта женщина. Вы когда в последний раз были в Санта-Розе? Давненько. Давненько, да, это... Поверьте, я понятия не имею, чего такого классного в Санта... Разве что вы коллекционируете грязь и заколоченные досками окна? Тогда да, там классно. Вы, в принципе, можете знать это место. Там есть тату-салон с названием «Ебейшие тату», написанным на входной двери такого золотого цвета каллиграфией. Большие красивые буквы. Пристанище тату, бери, что дают. Тату, бери, что дают. Худший слоган для тату-салона и... Представить сложно. Да и как вообще это работает? Привет, да, я немножко нервничаю, никогда еще не набивала тату, но... Вот фото моей дочки Энджел. Сегодня ей бы исполнилось шесть. Не могли бы вы набить мне ее портрет, а сверху ленточку с надписью «Покойся с миром». Знаете эту знаменитую картину с глядящими вниз с небес херувимами? Можно, чтобы они держали ленточку, а внизу вот так «Прощай, солнышко, мама очень по тебе скучает». Если вы сможете и... А, 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 больно будет? Не знаю, может мне выпить? Ладно, просто сделайте это. А потом... Три часа спустя... Ну все, готово, взгляните. О боже, что это? Я это не просила. Это голая дьяволица с огромными буферами и раздвинутыми ногами, показывающая фак. Так, и тут написано «Йоу, Нига, где мой лавандос?» Что? Я... Я такого не просила. Ну, бери, что дают. Это не просто так на двери написано, дамочка. Вас сюда силой никто не тащил. Я художник. Ясно? Ваш мертвый ребенок меня не вдохновил. Если честно, как по мне, так тоска смертная. И они... Это все правда. Я делал такой же сет, и в тату-салоне узнали, что я о них рассказывал. Во время выступления я упомянул их, не помню даже в каком контексте. А они связались со мной в фейсбуке и написали. Мы слышали, что вы упоминали наш салон. Не знаем, в городе ли вы еще, но если хотите посетить нас и получить, что дают, мы скинем вам 40 баксов. Нет уж, спасибо. Не собираюсь я бить тату на авось. Ясно? С буритой из фургона я бы еще рискнул, но не... Но не с тату. Ладно, давай глянем, что получилось. Надеюсь, что-то хорошее. Вот, блядь, железный крест. Черт побери, это не то, чего я хотел. Дело в том, что есть одна татуха, которую я хочу набить. Совершенно конкретный эскиз, который я хочу набить, и... У меня есть пара татуировок. Первую я сделал на животе. Там сказано, не смотри мементо. Но есть еще такая, которую я собираюсь делать уже несколько лет, но постоянно ссу. Но я все же хочу ее набить. Я хочу набить Мухаммеда. И знаете, не просто Мухаммеда. Это было бы провокацией. Знаете, я... Поместил бы его... На оборотную сторону пакета молока. Сечете? С надписью, вы меня видели? Сечете? Продуманный способ. Набить. Подобное. И я бы это сделал. Просто не хочется оказаться в ситуации, когда тебе вскрывают горло кинжалом, а ты такой... Но вы же видите иронию, да? Ибо вы не... Так и есть, да. Не прокатит. Я ездил сравнительно недавно... Ездил домой. В Атланту. Откуда я родом на... День Благодарения. Он является большим праздником в нашей семье. Не знаю, когда и почему он стал таким важным, но как-то уж так вышло за много лет. Думаю, мы не особо религиозны. Ну, я-то точно нет. Я атеист, но моя... Это было жалко, ребят. Да, сейчас еще печальней. Еще печальней. Ладно, встретимся всемиром после концерта и поболтаем. Это было бы худшее сборище в истории. Но да, я атеист. Мне не важно, что думают остальные в самом деле. Остальные мои родственники, они... Просто они... Они евреи. Евреи. Грязные евреи. Они сидят в квартире моей сестры и управляют банками и СМИ по всему миру из своего подпольного убежища. Тяжело соответствовать стереотипам. Нужно много трудиться. В общем, как бы то ни было, для нас день благодарения. В этот день нам положено собраться и провести время вместе. Полагаю, что мы... Как семье нам нравится соблюдать традиции и... Праздновать, по сути, начало геноцида целого народа. Это важно для нас, как переживших Холокост, понимаете? Собраться на большом празднестве и... Говорить... Эй, смотри, у кого-то все еще хуже? Ладно, хорошо, подай картошечку. Да. Наша жизнь висела на волоске. Ситуация была отчаянной. Но мы прошли через это. Мы выстояли. Дело в том, что моя семья, как я думаю и у многих в этом зале, не совсем благополучна. Мы не особо ладим. Среди нас есть неадекватные элементы в человеческом обличии. И это самое вежливое из возможных формулировок. Это всегда трагедия. Всегда. Всегда какие-то споры. И в прошлом году все повторилось снова. А когда ты споришь с членами семьи, дело всегда совершенно не в предмете спора. К ситуации это не имеет никакого отношения. Вы просто используете спор как повод хоть немного ослабить то давление, что сформировалось за 50 лет гнева и горьких упреков, жестокого разочарования и зависти. Именно так. Так что мы начали этот ужасный спор. В этом вся суть истории. И моя мама, мы... Мы спорили о тупейшей вещи, самой бессмысленной и безобидной. Спор был... Даже не о том, как правильно настроить ТВ-приставку. ТВ-приставку. Да. А о том, где лучше узнать, как правильно установить ТВ-приставку. Об этом и был тот блядский спор. С этого все и началось. С пустяка. И так быстро вышло из-под контроля. С ума сойти. Мы с мамой ругались и очень быстро ушли в совершенно другую степь. Наша семья испытывает страсть к демонстрации, спорам, громким крикам. И мы с мамой начали собачиться. Вокруг были и посторонние, не только родственники. У нас были гости, ужасно неловко. Мы с мамой были в ударе. Мы спорили, кричали друг на друга и тыкали пальцами. В такого вида спорах, особенно с родственниками, теряется контроль. Отключается фильтрация речи, вы на эмоциях. В такие моменты вы внезапно узнаете о человеке что-то, чего не знали раньше. И когда вы это узнаете, характер ваших отношений меняется. Навсегда. Так и случилось. Мы с мамой распалились. Ситуация накалилась. Крики, оры. Громко и очень неловко. И в разгар происходящего мы узнали, что моя мама не умеет держать удар. Это удар. Правда. Серьезно. Когда я был в аэропорте Атланты, и это абсолютная правда, я увидел, что у них есть магазин чемоданов, Туми, магазин чемоданов внутри аэропорта. Он внутри аэропорта. Я к тому, что это, похоже, последнее место, где вам может понадобиться купить чемодан, понимаете? В этом было бы больше смысла, находить магазин перед стойкой регистрации, или у кассы, или у поста охраны. Невелик шанс, что, чтобы держать бизнес на плаву, найдется достаточно людей, которые просыпают нужное время и такие «О нет, я проспал, пора в аэропорт, не буду тратить время на упаковку всего этого в чемодан, потащу в руках, возьму свои лосьоны, клэритин, спрей для носа, орешки без глютена, газету, айпод, ремень, надувную подушку под шею, такси! Едем в аэропорт, да, здравствуйте, хорошо, да, просто забросьте все это, извините, просканируйте это, ой, уронил мой ремень. Что? Не, я внутри чемодан куплю. Да, у меня все в порядке, да. Потому что они продают их внутри мудила, что за хуйня с этим парнем? Не хами мне, блядь. Нет, так вы делать не будете. Такого делать нельзя. Видимо, найдутся люди, которые проходят регистрацию, отправляются к своему выходу и такие... Что? Что? О, боже мой. Чемодана прекрасней я в жизни не видел. Я должен купить его, прямо сейчас, я должен. Идите без меня, я... Сэр, да, я хочу купить вон тот чемодан. Нет, не для ручной клади, я такое где угодно куплю, я про огромный чемодан. Да. И как с ним быть? Я уже прошел регистрацию и, видимо, куплю его... И снова выйду, попрошу их придержать самолет, достану свой багаж и заменю чемоданы. Нет, придется купить новый билет и встретиться с друзьями. Нет, так не пойдет, ну же. Должен быть способ, я знаю, что смогу что-то придумать. Давай, Дэвид, думай, думай. О, знаю. Я сюда вернусь через две недели по пути домой. Давайте я сейчас заплачу за него. Вот карточка, у вас, наверное, 300% наценка, а чемодан можно купить в куче других мест рядом с домом. Но я куплю его, и он у меня будет, и тогда... Господи, да, да, хорошо, замечательно. А теперь вопрос. Знаете, все эти вейп-магазины и салоны... Как думаете, когда вейпы уйдут с рынка в следующем году, чем они займутся? Гироскутерами? Наверняка гироскутерами. Эти штуки надолго, да. Я реально не понимаю прелести этого электронного курева. Я курил много лет и никогда не думал... Да, неплохо, конечно. Но хотелось бы, чтобы на вкус было как синабон. Ну что ж... Думаю, пока технологии не смогут удовлетворить мои желания, придется купать сигареты в освежителе воздуха. И заворачивать в шоколадную глазурь. Чтобы сделать вейп. А вот вам случай из Нью-Йорка. Я отрабатывал материал для этого шоу. Был в разных клубах, выходил из одного из них в Эст-Виллидж и собирался поехать домой на метро. Но прямо на выходе, когда я открывал дверь и выходил на улицу, мимо меня пронесся парень. Ворча. Ёбаный кусок говна, блядский хуесос, пидарасина, сука, мудозвон. Что в Нью-Йорке не редкость. Но интересно то, что я видел, что он не обычный бомж или уличный псих, которые обычно так себя ведут. Я имею в виду, он выглядел... Он был хорошо одет, думаю, я это пытаюсь сказать. Что тоже относительно, ибо, знаете, думаю, сейчас у меня все неплохо, но... Он вообще был в костюме. Он был в костюме, с гаджетами и выглядел как бизнесмен. Но при этом совершенно точно не разговаривал по телефону. Нам было по пути и... Кстати, он был белым. Ёбаный кусок говна, хуесос, сукин сын. Да ебись оно все конем, да пожалуйста. Хай, Гитлер, хай, Гитлер. И... Я просто... Он что, сказал, хай, Гитлер? И... Он перешел дорогу. Я пошел за ним. Ебучий членосос, сукин сын, мудозвон, тупой хуило, да, так-то, хай, Гитлер, хай, Гитлер. И он на самом деле говорил хай, Гитлер. Точно так и говорил. Что означает одно из двух. Либо... Он... Очевидно, сильно расстроившись. Изливал душу. И в запале вдруг на пути увидел Гитлера. И остановился, чтобы поздороваться. По-соседски. Либо так. Либо... Этот взрослый мужчина прожил всю жизнь, думая, что фраза звучит как хай, Гитлер. Что немцы... Которые, кстати, свободно говорят по-немецки. Что немцы решили перенять единственное английское слово. И это было приветствие. И это при всех архивных материалах, документалках и художественной литературе о жизни Гитлера, при всех видеозаписях его выступлений перед тысячами людей, гражданскими, солдатами, люфтвоффе и эсэс, которые, видимо, являются самым масштабным примером действия коллективного бессознательного. будто все эти люди одновременно не договариваясь вдруг кричали «Хай, Гитлер!» «Хай, Гитлер!» «Это я, Йозеф из Гамбурга!» «Мы познакомились в кондитерской». «Я не...» «Ребят, извините, я пытаюсь поздороваться». «Хай!» «Почему все повторяют за мной?» «Что происходит?» «Позвольте мне, ребята...» «Хай, Гитлер!» «Да что с вами такое?» «Я просто...» «Хай!» «Да что такое?» «Итак...» «Сегодня утром я дрочил». «Обычно этому аплодируют стоя, но да ладно, пофиг». «Нормально, забейте». «На статую свободы и...» «Ибо я люблю Америку». «О, я люблю Америку, народ». «Когда я вижу статую свободы или думаю о ней, и у меня мгновенно встает». «И приходится передергивать, чтобы продемонстрировать патриотизм». «Или под сперматизм». «Или под сперматизм». «Нет, нет, 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 нет». «Ни в коем случае это не выйдет за пределы этого зала, мы вырежем это из спешла, ничего не было, ничего подобного». «Я, блядь, буду все отрицать, вы никогда...» «Нет, я думал о стихотворении на постаменте «Статуи свободы». Оно гласит... «А мне отдайте ваших усталых, ваших бедных, а мне отдайте из глубин бездонных, своих изгоев, люд забитый свой, пошлите мне отверженных, бездомных. Я им свечу у двери золотой». «И знаете, о чем я думал? Какой прекрасный и оптимистичный идеал человеколюбия. И это буквальная противоположность всего того, во что верят республиканцы. Буквальная противоположность избирательным программам их кандидатов. И я не могу... Какой же у людей когнитивный диссонанс? Как эти две вещи... То есть статуя свободы – самый культовый символ свободы во всем мире. И это полностью противоречит их... их головам впору взорваться. Не понимаю, как они живут с этим. И знаете, это будет неловко, независимо от личности кандидата-республиканца. Трамп, прошу. 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 Ведь... Знаете, ему придется сделать фото на фоне этого стихотворения. И им будет неловко. Я ему сочувствую. Я знаю, что это несправедливо – проявлять сочувствие к человеку, у которого это чувство отсутствует в принципе. И... Ну... Будем честны. Слабый Америку делает именно сочувствие. Когда мы переживаем за тех, кому повезло меньше – в ущерб себе. Это-то и идет нам во вред. Это такое... Альтруистическое поведение, ослабляющее нас как нацию. Конечно. Конечно. Спросите Айн Рэнд. Она вам скажет. Спросите Айн Рэнд. Думаю, вы еще сможете найти ее призрак в доме престарелых, где она умерла, находясь на социальном и медицинском обеспечении. Государственное жилье, социальное и медицинское обеспечение. В наших кругах мы называем таких «лицемерными пездами». Так и называем. И так оно и есть. И все же... Им будет неловко фотографироваться на фоне стихотворения и... Знаете, в чем дело? Знаете, что? Готов поспорить, а не знать не знают о его существовании. Ведь это... стихотворение. А поэзия для пидорасов. Что? Это либеральное искусство, учение феминисток? Не, спасибо. Но будет еще более странно, если они узнают об этом. Что? Серьезно? Я не знал. Где? Тут, да? Написано лимериком? Я люблю лимерики. Ладно, да. О, поглядите. А... Стоп, что? Своих изгоев? Что? Никто не любит изгоев. Это шутка такая. Кто это сюда поместил? Это Картер? Наверняка Картер, да? Да. Ну, конечно, да. Иди, построй домик для еще одной нищей семьи, неудачник. Дайте мне кислоту и мы наведем тут порядок. А, знаете что? Это слишком долго. Просто добавьте в скобках не цветных перед каждой строчкой. Актуализируем инфу на 2016. Да. Прекрасные времена, прекрасные. Знаете, мне так занятно это ложное изумление восхождением Дональда Трампа, его вознесением. Для меня тут тайны нет. Никакой тайны, понимаете? Как минимум 25% людей в этой стране всегда были невежественными, расистами и ксенофобами, легко поддающимися эмоциям. Вот и все. Они всегда были. Они появились не тогда, когда избрали Обаму. Вся эта дичь про исключительность американцев не стареет, как йогурт Сигис. За этим интересно и забавно наблюдать. Наблюдать, как республиканцы в правых медиа пытаются откатить назад то, что они натворили за последние 35 лет. Но уже слишком поздно. Слишком поздно. Такова Америка. Джин выпущен из бутылки, они пытаются затолкать его обратно, но все уже свершилось и пронеслось по Америке ебаным ураганом. Знаете, невозможно каждый день на протяжении 7,5 ебаных лет говорить людям, что их президент, мусульманский коммунист из Кении, ненавидящий Америку и желающий ее разрушить и не ожидать такого результата. Какого хуя? Конечно люди в бешенстве. Да. И все такие, чем он цепляет? Не понимаю. Ну, слушайте, я думаю, так много людей пошло за Дональдом Трампом, потому что он дает им возможность наконец кричать о превосходстве белых без чувства вины, понимаете? О Дональде Трампе можно говорить что угодно. Лично я считаю его калантастическим, правда. Потому что он рубит правду матку. Вот что мне нравится в Дональде Трампе, сынок. Он человек оттуда, который говорит все как есть, ясно? Ясно, да. Все, что мы могли сказать лишь за закрытыми дверями, он заявляет громко, теперь и нам тоже можно. Да, он не будет мириться с этим разгулом политкорректности. Ясно? Покажет этим тиранам политкорректности. Ибо это уже слишком. Сумасшествие какое-то. Я уже ничего не могу сказать, чтобы не ранить чьи-то чувства. Права, данные мне первой поправкой, втоптаны в грязь. Эта политкорректность вышла из-под контроля. Это бред, что в 2016-м я не могу назвать отморозка черножопым, не получив клеймо расиста. Что? Что случилось? Да ладно вам! Эти люди, что называют меня расистом, злобны и нетерпимы. Они нетерпимы к моей нетерпимости, и это делает их лицемерами. Он рубит правду матку, потому что хочет вернуть нас назад. Вернуть Америке былое величие. Верни нас, Дональд, верни во времена величия Америки. Задолго до того, как черный человек мог стать президентом. Даже дальше давай, добили о гражданских правах. Тогда-то все и вышло из-под контроля. И смотрите, что теперь творится. Бейонсе натягивает беретку на свою вагину и рассказывает на супербоуле. Самый священный день американского года. Господь всемогущий. Да. Он такой же, как и я. Вот за что я люблю Дональда Трампа. Он как я. Родился и вырос в Нью-Йорке. В день моего рождения он унаследовал 200 миллионов долларов. Ага. Он как я во всем, кроме всего. И вот в чем дело. Дональд Трамп. Дональд Трамп сказал, что любит малообразованных. Потому что к ним и обращена его политика. Его слова не мои. Хотя и мои тоже. Мои тоже. Но... А как иначе? Как еще живущий в роскоши миллиардер, выписывающий свое имя золотом на всем, чем владеет, постоянно козыряющий своими деньгами? У него миллиарды долларов. Кто еще мог бы заставить людей, находящихся в финансовой яме, с удовольствием отдавать ему деньги? Он ебаный гений. Это... Гении, каких мы не видывали уже давно. И они рады все ему отдать. Они в восторге. Но дело в том, что он дурит этих людей. Ему на них насрать. Он не скрывает своего пренебрежения. Он бы спокойно перешагнул через них валяющихся у Трамп Плаза. Их и на 10 километров не подпустят к Мара Лага и другим его гольф-клубам. Разве что на тележке с десертами. Можете себе представить размер бутылки Пьюрель в его личном самолете, в которой он купается после встречи с людьми? Не любит он этих людей. Он только о себе, о своем бренде. Прислушиваясь к тому, что он говорит, там нет ничего по существу. Заходишь на сайт с его программой, я там был. Там фантазии, мусор, это никогда не сработает. Ничего дельного. Это непрактично, невозможно, сплошные фантазии. Дональд Трамп, если его послушать, похож на персонажа боевика, успокаивающего своего приятеля, который не понимает, что у него оторвало нижнюю часть тела и он скоро умрет. Он спрашивает... Все будет хорошо? О да, все будет отлично, потрясающе, тебе понравится, все будет шикарно, о господи, все будет... А мы победим, правда? Да, разгромим их в пух и прах, поверь мне, я знаю парня, который все уладит, тебе не о чем беспокоиться. Доверься мне. И мексиканцев мы выгоним, да? О да, я построю стену, огромную девятиметровую стену, тебе понравится, все только для тебя, дружище, только для тебя. Не думай как, никто так не строит стены, как я, я лучший стеностроитель. И вот в чем дело. Знаете парня, умирающего на руках у Дональда? Это интеллект американцев. Но! Но, 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 может это не Дональд Джей Трамп? Может это Тед Круз? Ваш парень, а? Да, он один из ваших. О, да. Да, Тед Круз это отдельная история о говне. Тед Круз мужчина, считающий, что единственная ошибка бога создание клитора. Зачем эта штука? Смысла ноль, не понимаю. Ничего кроме проблем она мне не принесла, не хочу. Я думаю, за спиной Теда Круза почти еженедельно с его пяти лет и до прошлой недели происходил такой разговор. Ах, нет. Что стряслось, приятель? Чувак, Тед Круз узнал о вечеринке. Блядь, нет! Он... Что делать будем, отменять? Думаю, надо отменить. Никому не нужен этот самодовольный мудозвон, да? Но я... Я дрочил сегодня утром. На последние смерти от огнестрела. Ибо я люблю Америку, я уже говорил, я люблю Америку. И когда я читаю об очередном внезапном, бесчувственном, вполне предотвратимом убийстве, знаете, у меня встает. Ну, я же патриот. Есть ли что-то более американское, чем твердая и решительная борьба со здравым смыслом? Думаю, нет. В этом американская исключительность, в этом мы преуспели сильнее всех. Предисловие к следующей части. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду, говоря, что я за контроль за оборотом оружия. Я за разумные меры безопасности. Я знаю, я не один из тех, кто говорит, хочу отобрать у вас все оружие. Знаете почему? Потому что таких вообще не существует. Никто, блять, такого не говорит. Никто. Это показная, фальшивая и идиотская повестка, навязанная НСА. Нет. Блять, хотите охотиться? Охотьтесь на здоровье. Хотите ходить со своими пистолетами в тир и отстреливать картонных мусульман? Да и флаг вам в руки, без проблем, мне до пизды. Молодцы, валяете. Я стрелял из огнестрела много раз. Это охуеть как весело. Крутейшее ощущение. Мне нравится, это весело. Я лишь говорю о разумных и, по-моему, очевидных мерах. Типа идентификации, чтобы оружие разблокировалось отпечатком пальца. Это мера безопасности. Может, то, что мы используем на ебаных телефонах, можно применить и для орудия убийства. Как это противоречит второй поправке? Никак. Завалите ебальники. Никак не противоречит. Серьезно, почему так не сделать? Ведь если сделаем, возможно, нам не придется читать о еще одном мальчике 12 лет, случайно застрелившем собственного 8-летнего сына. Ну же, Техас, вы точно знаете, о чем я. Вы знаете, о чем я говорю. Не, серьезно, мне кажется разумным попытаться хотя бы держать этот цирк со стволами в узде. Не должно быть у людей возможности купить модифицированные автоматы из багажника тачки возле забегаловки у чувака, купившего его на Крейгслист, у парня, купившего его в Уолмарте. Это просто не серьезно. Знаете, нельзя... Надо лишь немного усложнить этот процесс, чтобы люди с известной склонностью к жестокости не могли достать оружие. И я сейчас не о копах. Я не о копах. Я... Я лишь говорю, давайте немного усложним для людей с нестабильной психикой и склонностью к насилию процесс получения. Опять же, я сейчас не о копах. Вы можете зайти на страницу в Фейсбуке и увидеть, что чувак остервенелый расист. Так? Усложните для остервенелых расистов с расстройствами психики и склонностью к насилию процесс получения. И снова я сейчас... Не о копах. Или о них. Нет. Думаю, мы все согласны, что люди в синем убивают. Так вот. Не все. И даже не большинство. Но убить среди них хватает. Они убивают нас. Ну, не нас. Мы-то белые. Знаете, кому не нравится эта шутка? Копам. Копы не одобряют. Не одобряют. И я думаю, тут важно быть искренним. Думаю, важно признать всем нам, что... существует... Множество хороших, порядочных, высоконравственных, очень храбрых копов, ежедневно рискующих жизнью. И им не по душе, разумеется. И все же... Им не по душе, когда их гребут под одну гребенку с жестокими маньяками только из-за поведения меньшинства их коллег. Им не по душе подпадать под стереотипы, когда видят синий цвет и сразу думают, о, жестокий отморозок. Нет, им это не по душе. Думаю, я ясно объяснил. И несмотря на множество массовых расстрелов, сегодня в Огайе случился еще один. Восемь человек. Постоянно одно и то же. Постоянно. Новостные каналы потащат родственников пострадавших на ТВ. И кто бы это ни был, мать, отец, скорбящий сын или дочь, муж или жена, сестра, брат, кто угодно. Постоянно происходит одно и то же. Они начинают плакать и говорят одно и то же. Сколько людей еще должны застрелить, чтобы в этой стране предприняли хоть что-то? И знаете, это справедливый вопрос, заслуживающий ответа. Я тут подсчитал. И оказалось, что должно умереть еще 1776 человек, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Но! Есть нюанс. Не постепенно. А все разом. Все разом. Это Америка. Все или ничего. Ясно? Так мы и живем. Правда же? Да. Что, школа Сэнди Хук? 20 детей и 6 учителей? На нас это никак не повлияло. Похуй. Эффект даже был обратным. Не-не-не-не-не. Должно быть масштабно. И если вы согласны со мной и хотите, чтобы оружие использовалось в более безопасном ключе, то я предлагаю нанять кого-нибудь, чтобы он застрелил 1776 человек. И мы его оправдаем так же, как оправдали сброс атомной бомбы на Хиросиму. И спустя три дня на Нагасаке. Да. Мы убили 130 тысяч невинных людей. Гражданских, не солдат. Да. Но мы сделали это во благо. Ибо своим деянием, возможно, приблизили окончание войны. Мы, вероятно, спасли 200 тысяч жизней, полмиллиона, миллион жизней. Видите? Это было во благо. Вот об этом я и говорю. Мы заплатим кому-нибудь, чтобы он пошел на следующее масштабное мероприятие. Дерби в Кентукки? Дерби в Кентукки. Допустим. Мы немного потеряем, по правде говоря. Разве что прикольные шляпы, но кроме них... Да, мы заплатим, чтобы он порешал их всех в стиле Бэйна. Лучше, чтобы он был белым. Так нужно, иначе повестка сместится лет на 40 назад. И вот в чем дело. Если учесть, что мы, как страна, ничего не сделали после трагедии Сэнди Хук, 20 детей и 6 учителей. Эффект был обратным. Пожертвования в НСА утроились. И продажи оружия выросли в три раза. Нам пиздец. Нам пиздец, ясно? И после Сэнди Хук, Уэйн Лапьер, исполнительный вице-президент НСА, идет на телевидение, устраивает пресс-конференцию и заявляет, что проблему можно решить, вооружив учителей. Именно так он и... Ну, знаете, я часто это вижу. Вы думаете эмоциями, а не интеллектом. Потому что, когда вы включаете интеллект, вы осознаете, думаете о темпераменте и личных качествах человека, который добровольно выбрал самую неблагодарную работу в Америке, за которую платят гроши, и который получает душевное удовлетворение, воспитывая хороших, благоразумных, креативных, любознательных, высокоморальных людей, и выпуская их в мир, чтобы потом потенциально пристрелить. Потому что... Учителя это обожают. Учителя любят две вещи. Любят учить и любят стрелять. Ну, они тащатся от стрельбы. Не позволяйте им обдурить вас, они обожают стрелять. Итак, класс, мы с вами остановились на аммонимах. Аммонимы это... Извините, вообще я пишу правые, но... Итак. Аммонимы это слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному. Коди? Коди, открой рот. У тебя там жвачка? Да? Значит жвачка, да? Ты всему классу принес? У тебя ее хватит на весь класс! Поднимайся! 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 Иди сюда! Так-то! Так-то! Вытащи эту жвачку, Коди! А-а-а! Нет-нет! Не надо ее в руку выплевывать! Я хочу, чтобы ты налепил ее на ствол моего пистолета! Своим ртом! Ртом! А потом... А потом... О, черт! Ладно! Иди к директору и попроси его позвонить твоей маме, чтобы она принесла тебе чистые штаны! Лучший друг учителя! Нет, это бред какой-то! Вооружите учителей! Это не принесет пользы! Охранники Колумбайна были вооружены! Нет, если хотите укрепить безопасность, нужно вооружить учеников! Ясно? Каждому ученику по пушке! В моей Америке каждому ученику по пушке! Я знаю, о чем вы думаете! Дэвид, жертвы Сэнди Хук были первоклассниками! Им было по пять-шесть лет, им не справиться с автоматом! Им отдача и руки оторвет! Правильно! Поэтому им... Мы дадим дамские револьверы! Такие пистолетики для женщин! Когда-нибудь они возьмут на мушку очередного стрелка, и тогда влетят второкласски и третикласски! Стоять, Монди! Ну, вы знаете! Так все и будет! Да! И знаете, сейчас... С НСА аффилировано только 282 конгрессмена, 33 губернатора и... Разумеется, некоторые местные законотворцы. Знаете, это продажные, молодушные люди, которые не позволяют подобному закону встать на повестке. Они постоянно его прокидывают. Их не так уж и много для страны с населением в 320 миллионов человек. Но они не позволят подобному закону даже просто выйти на голосование. Нет, нет, нет. НСА говорят, нет ни в коем случае. Интересно, что случилось бы, если... Скажем так, не важно, кто бы ни был самым топовым конгрессменом от НСА. Знаете, со стопроцентным рейтингом на 5 золотых пуль, какого бы хуя это не значило... Что случилось бы? Будь он на работе, в момент акции приведи дочку на день. И ворвись туда какой-нибудь поехавший мудак в бронежилете, вооруженный до зубов, АК-47, бушмастеры, глоки... Магазины до отказа набиты стальными разрывными бронебойными пулями... В общем, все штуки, купленные 3 дня назад в интернете. Он заходит, снимает охрану, поднимается на этаж, убивает 9, 10, 11, 12 людей, пока его самого не убивают. И одной из застреленных оказывается дочь конгрессмена. Интересно, что будет? О чем он подумает, сидя там, держа на руках свою умирающую дочь? Ее изрешеченное пулями тело с простреленным позвоночником, и она захлебывается собственной жидкостью из-за пробитого легкого. А он видит все пулевые отверстия и бордовую липкую кровь, хлещущую из них. А поток становится все слабее и слабее. С каждым вздохом. Это прекрасная девочка. Ну, прекрасная в душе, полагаю, но прекрасная девочка. Поднимает глаза и пытается спросить, «Папочка, что случилось? Что случилось?» Но не может из-за рассеченной надвое гортани, и наружу выходит только булькающее посвистывание. Он буквально видит, как в ее глазах гаснет огонь, и она умирает у него на руках. Интересно, подумает ли он тогда... О боже! Невелика цена! Свобода не дается бесплатно, дорогая. Свобода не дается бесплатно. Так, значит, положите тело в общую кучу и вынесите ее отсюда. Она портит всю картину. Что? Стойте, кто звонит? О господи. Да, здравствуйте. Здравствуйте, мистер Лапьер. Да. Нет, 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 сэр. Нет, это больше не повторится. Она у меня была единственная. Ладно, вы знаете, куда перевести деньги. Хорошо, спасибо. Возможно. Возможно, так он и подумает. Или... Может, по-другому. Ого, теперь, когда эта трагедия коснулась лично меня, я вижу, насколько все ужасно и неправильно. Не знаю. Одно из двух. Одно из двух. Одно из двух. Трудно сказать. Трудно. Кто знает. И еще люди часто говорят следующее. Знаете, почему... Почему мы позволяем стольким невинным детям умирать в нашей стране? Почему мы позволяем это как страна? Почему... Ну, или не мы, а Бог. Почему Бог... Мы не контролируем ситуацию, все в руках Господа. Почему Бог позволяет стольким невинным детям умирать и... Знаете, они... То есть... Я знаю, пути Господни неисповедимы, но о чем он думает? О чем ты думаешь, Господи? Я не спрашиваю тебя, я ведь знаю, что твои пути неисповедимы, ты всемогущ и мудр. Но, кажется, ты забираешь слишком много наших детей. В чем смысл? Я просто... Этим вопросом задается множество людей. Почему Бог позволяет стольким невинным детям умирать? И у меня, возможно, есть ответ. И вам он не понравится. Но, может быть... Может, Бог позволяет стольким невинным детям умирать, чтобы они отправились в рай и служили там игиловским террористам и смертникам, как одни из 72 детственниц, которых им обещали в награду. Возможно. Я атеист, я во все эти шутки не верю, но я уверен, в зале есть мусульмане и христиане. Вы все собачитесь между собой, разберитесь уже. Продолжайте спорить еще 1400 лет. У вас все получится, я уверен, скоро. С минуты на минуту. Для тех, кто еще здесь. Не без этого я часто про это шучу. Это уже какое по счету 65-е шоу, понятия не имею. И каждый раз люди расстраиваются и уходят. Не знаю, думаю, это происходит... Для меня это так странно, что... К 2016 году у меня накопилось 8 с лишним часов стендапа, который вполне доступен для просмотра. Можно проверить, насколько совпадают наши взгляды в вопросах, которые я могу затронуть. Серьезно, думаю, многие люди просто... О, Тобиас приехал, не знал, что он шутки рассказывает, что же он покажет. Просто, блять, оденется в синее и упадет на сцене. Будет целый час каламбурить и смешно коверкать слова? Я пришел сюда не для того, чтобы слушать, как потешаются над моим богом. Мой бог очень хрупкий, уязвимый и чувствительный. Я чувствую, что должен защищать его. Какой-то еврейский атеист тут болтает о... Извини, ты не можешь быть атеистом. Раз еврей, значит еврей, ясно? Смеешься тут над моим богом. Послушайте, позвольте сказать. Я знаю, что религия способна творить чудеса и способствовала чудесным, великодушным, самоотверженным поступкам. Она может поднять людей из ямы, избавить от ужасов жизни и дать цель и смысл этой самой жизни. Я знаю это. Я такое видел. Но также я знаю, бесспорно, что религия также способствовала ужасным, гнусным, подлым, жестоким, кровожадным вещам. Я это знаю. А еще я знаю, что сотни миллионов людей за эти годы умерли из-за избирательных трактовок горячечного бреда неграмотных неучей, которым их бог, господь, мессия или пророк сказал пойти и убить другого человека, потому что у него другой бог, господь, пророк и мессия. Или бог дал им знак в виде голубя, севшего на тушу ебаной свиньи. И они сразу такие задумались, что же это значит? Что это, голубь? Что ты пытаешься мне сказать? Я должен убить всех евреев? Убить евреев, да? Или мусульман? Или тех и тех? Кого? Голубь, не улетай! На кону миллионы жизней! Голубь! Голубь! Кого мне убивать? Убить их всех и пусть бог разбирается? Я понял. Ясно. Ну, знаете, как атеисту, мне бы хотелось мира на земле, достигнутого благодаря религиям. Мне бы хотелось увидеть, как мировые религии объединяются и делают то, чего по их заявлениям они искренне желают. Мы постоянно слышим это в связи с Рождеством, Рамаданом, Ханукой. О, они хотят мира на земле! Что ж, воплотите его в жизнь, господи! Есть идея. Мне пришла в голову мысль, как воплотить это в жизнь. Надо собрать глав всех мировых религий вместе. Позовем Папу и всех его архиепископов, людей, полемизирующих в рамках католической церкви, римских и греческих ортодоксов, англиканскую церковь. Соберем их вместе с рэбой и раввинами всех течений иудаизма, ультра-ортодоксальными иудаистами и харидим. Соберем их вместе с представителями мусульманского духовенства и имамами, суннитами, шиитами, ваххабитами. А еще приведем служителей методистской церкви и баптистских священников. Соберем их всех, как в Давосе на саммите Большой Семерки. Закроем всех в одной комнате на пять дней. Им всем придется находиться рядом, так? И мы устроим веселье. Восемь. Будем показывать выжившего. Будет здорово, но... Им придется сидеть там пять дней, не имея возможности уйти. Они будут сидеть рядом друг с другом и тогда, возможно, увидят друг в друге людей. И, возможно, вместо того, чтобы концентрироваться на различиях, они обратят внимание на сходство. Общие ценности. В виде изнасилования детей. И тогда, возможно, они объединятся, увидят друг в друге братьев, родственные души, и поделятся секретами о том, как лучше насиловать детей, скрывать преступления и стыдить жертв. И тогда, возможно, настанет мир во всем мире. Да, хорошо, прекрасно. Замечательно. Фантастика. Но, может, подобного поведения в католической церкви станет чуть меньше, теперь, когда у нас такой крутой папа. У нас крутой папа. Да. Крутой папа, он твитит. У папы есть аккаунт в Твиттер. Он крутой папа. Невозможно включить новости и не услышать, какой папа крутой. Выпуск Роллинг Стоун. Крутейший папа всех времен. Да, он очень крутой. Он офигенский. Да, реально офигенский. Крутой чувак. Крутой папа. Крутой папа. Крутой папа. Он крутой. Крутой папа. Что ж, позвольте напомнить. Позвольте напомнить вам, что планка крутости папы не может быть ниже, если она и так лежит на дне Марианской впадины. Не забывайте об этом, мадам. Да. Чтобы быть крутым папой, вам нужно только быть чуть более способным к раскаянию сексистским гомофобным ханжой. Всего-то. Хотя бы чуть-чуть. Извините, я немного отвлекся. Серьезно. Приношу свои извинения. Я говорил о контроле за оборотом оружия. Да. Я хотел бы вернуться к обсуждению того дикого упрямства, о котором я говорил ранее. Это... Это очень по-американски. И речь не только о второй поправке. Речь обо всем сразу. И это есть во всех нас. И я не шучу, я серьезно. Я путешествую по миру. И я думаю, всех нас объединяет одна черта. Она проходит тонкой нитью через всю страну с момента ее основания. И это чувство, свойственное всем американцам, идея, когда дело касается государства, отвечать отвалите. Понимаете? Да в пизду, мы же в Техасе, ебать его в рот. Вы же спецы по призыву отвалить. Господи боже, да вы же угрожали отделением от страны, когда не пропустили ваш пустяковый законопроект. Из всех штатов. Мы не хотим предоставлять бедным медицинскую помощь. Идите нахуй, мы станем отдельной страной. Да. Отвалите. Не говорите мне, что делать. Не хочу, чтобы правительство говорило мне, что делать. Окей, не хочу, чтобы либералы говорили мне, что делать. Не хочу, чтобы республиканцы говорили мне, что делать. Не хочу, чтобы СМИ говорили мне, что делать. Не хочу, чтобы банки говорили мне, что делать. Не хочу, чтобы налоговая говорила мне, что делать. Не хочу, чтобы ФБР говорила, что мне делать. Не хочу, чтобы АТО говорила, что мне делать. Не хочу, чтобы УБН говорила, что мне делать. Ясно? Не хочу, чтобы воротила Вашингтона говорили, что мне делать. Не хочу, чтобы нью-йоркские элиты говорили, что мне делать. Не хочу, чтобы Голливуд говорил, что мне делать. Не хочу, чтобы педики говорили, что мне делать. Не хочу, чтобы голливудские педики из Нью-Йорка говорили, что мне делать. Не хочу, чтобы черные пытались говорить мне, что делать. Не хочу, чтобы евреи говорили мне, что делать. Не хочу, чтобы атеистские хиппи говорили мне, что делать. Не хочу, чтобы дети говорили мне, что делать. Не хочу, чтобы интернет говорил мне, что делать. Не хочу, чтобы программа «Соседский дозор» говорила мне, что делать. Не хочу, чтобы состав продуктов говорил мне, что делать. Не хочу, чтобы инструкции к модным японским писсуарам, которыми я не умею пользоваться, говорили мне, что делать. Не хочу, чтобы охранники зоны 51 говорили, что мне делать. Не хочу, чтобы мои галлюцинации говорили мне, что делать. Нет, сэр. Есть только одни люди. Есть только одни люди. Ну же, ну же. Есть только одни люди. Ну же, давай. Есть только одни люди, которые могут говорить мне, что делать. Только одни люди, к которым я прислушиваюсь. И это отцы-основатели. Они единственные, и мне... Мне так жаль. У меня так тяжело на сердце, когда я думаю о том, что мы сделали с этой страной, что подумали бы о нас, отцы-основатели. Я преклоняю колени в стыде. Мне так жаль, отцы-основатели. Вы все должны быть в раю, в гробах. Переворачивайтесь. Я знаю, я знаю, мне так жаль. Что мы... Они бы очень расстроились. Они бы так в нас разочаровались. Отцы-основатели разочаровались бы в нас. Это мой самый любимый, бесполезный, ханжеский, отнимающий время спор из всех, в которые вовлечены люди. Они серьезно... На телеке им платят, левым и правым. Всерьез ведут дебаты о том, что подумали бы отцы-основатели. О чем бы то ни было. Думаю, отцы-основатели были бы в ярости. Нет, не согласен. Думаю, они бы гордились. Я такой, блядь, да что это за тупая трата времени? Уже 240 лет прошло. Эти люди даже представить себе штат Орегон не смогут, ясно? Потрясающая своими масштабами трата времени. Такая тупость. Даже если бы вы смогли воскресить их хотя бы на секунду. Начнем с того, что они ни за что бы не вернулись надолго. Они бы проснулись и прямо на месте схватили бы инфаркт. Посмотрели бы вокруг такие, ого, и все, обширный инфаркт. Они бы умерли, но мы бы сказали, стойте, и снова воскресили бы их. Нет, погодите, нет, секунду. И это бы повторялось снова и снова. Это походило бы на звездный крейсер галактика в быстрой перемотке. Даже если бы вы смогли их воскресить, чтобы вовлечь в... Они бы перепугались. Знаете, забудьте о мобильниках, машинах, неоновом освещении, электричестве, асфальте, полетах в космос, 3D-телевидении, знаете, они бы даже от сахарной ваты охуели бы напрочь. Умоляю, скажи, что это за дьявольское волокно, ты мне всучиваешь. Оно сладкое на вкус и мгновенно тает. Я не... Такого цвета нет в природе, что это такое? Скажи на милость. О, мы делаем ее в этой машине. Что такое машина? Что такое машина? О, господи! Что за тупое... Блин, да это же нелепо. Спроецируйте ситуацию на нас. Давайте представим, что мы все уснем и проснемся 240 лет спустя. Увидим все технологии, изобретенные за это время. Вы просыпаетесь, даже не осознаете, что вы были мертвы, и первым же делом толпа людей орет. Можете себе представить, мадам президент Бен Ладен говорит о том, чтобы предоставить роботам нового поколения право предоставлять свои лунные капсулы в подводном конгрессе. Что за... Что за хуйню вы несете? Это... Бессмыслица какая-то. Ладно. Окей. Слушайте, уважаемые жюри. Я хочу... Есть у меня крайне необычная пародия, которую мне хотелось бы показать. Ладно, я делаю это раз в шесть лет, и время настало. Это моя пародия на Мэтью МакКонахи, получающего Оскар за лучшую главную роль в 2042 году. Оскар за лучшую главную роль в 2042 году. Ладно, 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 ладно. Ладно, спасибо вам большое. Спасибо. Еще увидимся. Спасибо вам большое. Спасибо, народ. Мир, каким мы его создали, результат нашего мышления. И он не может быть изменен, если наше мышление не изменится. Столкнувшись с авторитетами в детстве и написав, что любознательность и креативность была убита зубрежкой и бесконечными повторениями, Альберт Эйнштейн бросил вызов традиционным представлениям и переосмыслил множество неприкосновенных научных теорий. Великие достижения его интеллекта и оригинальность сделали фамилию Эйнштейн синонимом слова «гений». И эту философию мы использовали для того, чтобы разработать вам наш новый сервиз. Начиная с проблемы. Создание идеальной тарелки. Итак, мы не утверждаем, что наш новый сервиз сравним с теорией относительности Эйнштейна, но мы верим, что подобно преломлению света с изменением мышления можно переосмыслить что угодно. Даже тарелку. А, впрочем, все относительно. Спасибо, что научил нас этому, Альберт. Лови момент. Лови момент. Да вы... Живи сегодняшним днем с нашим новым сервизом. пока не приобретете тарелку от Ресторейшн Хардвейер, ваш день не будет сегодняшним, мадам. Лови момент. Гэри Фридман. Почетный председатель. Создатель и куратор. и полный придурок Ресторейшн Хардвейер. Ладно, спасибо, ребята. Было весело. Погодите, дайте мне... Я хочу сфоткать. Включите свет.